Вот революционеры, точно так же, как поступили с ее мужем, с которым просто разорвали бомбы, то революционная Федоровна была убита, брошена в шахту. Узнать о жизни преподобной мученицы Елизаветы Федоровны в просветительский центр Усова-Спаская приехали ребята из большинства образовательных учреждений Одинцовского района. Это место, где свято чтят традиции великокняжеской четы Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича Романовых, столичного генерала-губернатора погибшего от рук террориста на площади в Кремле. Жизнь его супруги стала образцом милосердия. Елизавета Федоровна прославлена в лике святых и особенно ценно, что свою добродетель Великая Княгиня являла и на Одинцовской земле. Сотрудниками центра для ребят была подготовлена экскурсионная программа с посещением водосвятной часовни, мемориальной комнаты Святой Елизаветы и храма спаса нерукотворного образа. Это один из наиболее проникновенных культурно-просветительских православных центров. И само нахождение здесь детей создает ту ауру, которая пронизывает детей любовью и к храму, и к Богу, и к книгам. В фойе просветительского центра подготовлена книжная выставка к столетию со дня гибели императорской семьи. Школьники смогли побывать на мастер-классах по керамике и каллиграфии. Встреча Вусова, посвященная Дню православной книги, завершает собой череду мероприятий, направленных на приобщение ребят к православной культуре. В течение месяца священники Одинцовского благочиния встречались со школьниками и беседовали о становлении печатного слова. Какая православная книга должна стать первой в жизни юного читателя? Ответ на этот вопрос вполне очевиден. Для ребенка самой главной книгой должно стать открытое сердце его родителей. Если открытое сердце его родителей будет им воспринято, то я думаю, что уже и сами родители, и дети потом смогут выбрать тот необходимый перечень книг, которым стоит прочитать в первое время, когда они только начинают, возможно, свой путь. И, конечно же, большая ответственность лежит здесь не только на родителях, но и на педагогах, которые также проводят очень большое количество времени с детьми на протяжении всего дня. Поэтому прежде всего это открытое сердце родителей, открытое сердце педагогов, открытое сердце воспитателей. И мне кажется, что в Одинцовском районе такое присутствует. О важности и ценности книги воспитанники местной воскресной школы рассказали языком театральной постановки, а затем к ребятам обратился настоятель Преображенского храма села Большие Веземы протеерей Павел Карташов. Священнослужитель ведет свой видеоблог, пишет детские книги, читает лекции. Отец Павел напомнил, книга – это единение слов, наполненных смыслом. Ее постижение происходит не иначе, как через чтение. Интересная книга – это большая награда для любознательного читателя. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.